Всем привет, с вами Хамикадзе, и сегодня мы продолжим изучать мод под названием Таункрафт 4.1. Приблизительно могу сказать, что это предпоследняя часть, это только приблизительно. Итак, что же мы в этой части будем изучать? В этой части мы будем изучать светильник роста, эфирный цветок, дубликаты для ваших изучений, а также руническую броню. Итак, начнем изучать. Итак, первым у нас будет, это будет у нас дубликаты ваших изучений. Значит, изучая это довольно-таки уже трудно, так как под конец уже все труднее и труднее начинается, ну начинается этим изучение. И вот как это все изучается. Берем, изучаем, готово. Находится это у нас в базовой информации, в самом низу, ресерч дубликат, все он как-то так. И тут написано то, что, не знаю, что там написано, но я могу показать. Например, мы изучили, здесь есть такая кнопочка. Звездочка такая. И у вас должно быть в этом наторе быть следующие вещи. Это бумага, плюс черный мешочек, плюс у вас заберутся аспекты, которые написаны правее вот этого всего. Пусть он там высвечивается. И у вас сделает этот дубликат этого самого изучения. Вот такого вот изучения. Так, все. С базовой информацией мы вообще полностью закончили. Здесь больше ничего нету. Вроде бы секретных здесь тоже нету. И, в общем-таки, все. Идем дальше. Дальше у нас идет эфирный цветок. Изучается он довольно-таки легко. Ну, или самый трудный, это будет найти вот этот аспект. Но его можно будет сделать, насколько я помню. Мы его изучаем. Эфирный цветок у нас находится в алхимии. Вот он, самый эфирный цветок. Стребролист. И самым трудным здесь будет, это вот этот тот самый аспект. Видео. Я его, по-моему, очень долго добывал. По-моему, еще он находится. А, вспомнил. В этих. Слизь такая, которая выбивается из зараженных таких слизней. Не знаю, как они. Вот. И сам Сребролист, который я покупал на сервере StreamCraft перед вайпом. Я покупал такую одну штучку за 32 алмаза. Довольно-таки дорого. Так вот, что Сребролист делает? Вот, наверное, вы знаете, что в том крате есть такой узи Талауры, который зараженный. Он распространяет такую инфекцию, так сказать. Всякие лианы у вас появляются в доме. Все становится зараженным. Вас бывает спавнится какой-нибудь рой такой, ну, который будет вас кусать. И, в общем, от этого вам поможет избавиться вот этот самый вот эфирный цветок. Вы его устанавливаете на... Что-то у нас стоит. Вы его устанавливаете на зараженную территорию. И в течение какого-то времени он постепенно, постепенно, постепенно будет устанавливать вашу территорию. Там, где он восстановил территорию, переставляете этот цветочек. При помощи ножниц его переставлял. То есть вырезал и перетыкал в другую точку. И он устанавливал на другую территорию. Ну, это когда я был дурачком. Я взял в банку узел зараженный, поставил себе его прямо в доме. Бывают такие какие. Идем дальше. Дальше у нас идет руническая броня. Делается она, по-моему, легко. Аспекты здесь легкие. Забираем и изучаем. Так. Руническая броня находится в изобретениях. Ух ты, кто-то еще открывается. Так, давайте-ка, изучим ботинки рунические и рунический армиюр. Ага, апгрейд. Наша сама руническая броня. Что здесь написано, непонятно, но... Здесь есть, как она делается. Я думаю, делать я не буду... Ну, не буду показывать, как она делается. Если же потребуется, то вы напишите в комментариях. В следующей части я как-нибудь покажу. Но, блин, она легко делается. То есть вот это все вы сами все сделаете. Возьмете золотую броню любую, в которой вам нужна здесь руническая. И примал чарм, который делается тоже довольно-таки легко. Вот в этом верстаке, вот, зеленый. Эту штуку тоже можно сделать. Она... Где она находится, я уже не помню. Но где-то можно посмотреть, что она как-то делается. Возможно, что она делается где-то в алхимии. Честно говоря, я не помню, но делается она легко. Так вот. Что делает эта руническая броня? Значит, вы видите на мне рунические леггинсы, которые уже на мне одеты довольно-давно. И что же они делают? Вот, они вас защищают очень плохо. Но они добавляют дополнительные хпшки. Посмотрите. Вот смотрите, у меня здесь сейчас нормальные хпшки жизни. А вот теперь они, когда я выхожу с паузы, они становятся какие-то другие. Какого-то огненного цвета, можно сказать. Так вот. Это дополнительные ваше сердце. Мы здесь видим, что здесь написано. Тарж 16 из 16. Это означает, что вам добавляется 16 дополнительных полусердец. То есть у вас плюсом 8 целых в жизни. Ну, вот в чем плюсы этой бежды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... так сейчас мы возьмем туда креативку все понатыкнулся что не надо ага свет он издает ну-ка если остановлю сейчас здесь банку с хербой что-то на это скажешь ты что-то говорит зритиком значит раз аспекты пошли то есть но как ты называешься это не аспекта это эссенция общем раз она пошла зачем как-то 10 на эту фигню и возможно что-то выращивать но я упал так в общем по моему таки это все на сегодня в счастье постараюсь вот это вот все остальное показать вардинг перезарядочек педестала химической центрифуга лампу и притяжатель не знаю что такое но разберемся думаю в общем таки все но возможно что вот еще в отдельной части ну хотя зачем в общем наверно вы знаете делать это все автоматизировано я думаю не буду это показывать делать это все довольно легко ладно все с вами был комикады всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал если вам понравилась данная часть то также можете поставить лайк и тогда стать часть выйдет на следующий день вот или что-то другое будет все с вами был комикады всем спасибо за просмотр всем пока пока